Итак, давайте я вам покажу и объясню, в чём речь. Вот видите, это салфетка, которая ложится, красиво, хорошая салфеточка. Так вот, в чём заключается рукожопость. Всегда хочу сказать, что такие наклейки, они в большинстве своём, всегда портят товар. Если их невозможно отодрать, точнее, если они отдираются с трудом, это ещё хорошо. Вот смотрите, что мы видим. Изначально я купил. Что я вижу? Видите, она выглядит как белая. В данный момент она уже ободрана, и вот эти вот все полоски, их не было. Она была сплошная белая. То есть, что из нас любой бы сделал? Он решил бы оторвать её, чтобы эта вся, вот эта вся была целиком. Ну, нормально, да, надпись. Начинаешь отрывать. Естественно же, аккуратно, без взрывания. Но когда начал отрывать, всё вот это отошло вместе с краской. Это говорит о чём? Это говорит о том, что товар сделан некачественно. В итоге, что я получил? В итоге я получил просто дыру. То есть, испорченный товар. Так вот вы, рукожопые, блин, российские производители. Не знаю, блин, видно тут или нет. Не видно. Не видно. Производитель ООО Пластмаркет, Россия, Санкт-Петербург, улица Софийская, 125. Вот. Пластмаркет. То есть, я не знаю, как это объяснить. Но поверьте, с подобными вещами я встречаюсь довольно часто. Вот. То есть, слов нету. Вы ж не обижаетесь, блин, патриоты. Когда я говорю вот так вот, то почему я и не люблю этих предпринимателей, которые заинтересованы только, только в наживе. Они не смотрят, что они делают. Накидают, нахерачат и все. Довольно часто покупаешь какую-нибудь вещь. Да неважно, будут эти часы настенные. Вот. Вот, например, тоже производство какое-то российское. Купил и они у меня месяца не прожили. Наебнулись, блядь, этот, извиняюсь за выражение, часовой механизм, который поменять практически невозможно. Это полностью надо менять механизм, который не меняется. Он там напрессован. Вот делают такие вот часы, помню, покупал. Электронные часы, блин, не буду сейчас показывать. Вот. Которые красивые, все. Отдашь там тысячу какой-то рублей и он у тебя то время не так показывает, то моргать начинает, то одна эта палочка перестает моргать. В конце концов, он вообще перестает показывать время. И это произведено в России. Я не говорю уже про китайский товар. Вот почему так есть? Почему? Предприниматели хреновы. Когда вы только научитесь делать качественную вещь от души. Вот, как я в Европе я купил бэушные, бэушные часы, телевизор там я с собой привез. До сих пор работает. Десять лет прошло, я купил бэушную вещь, бытовую, да? Ну, не важно, не только бытовую. Есть и простые, вот, какой-то вот, вентилятор, например, я это, вот, произведенный в Европе покупал. До сих пор это все работает. Все, что куплено мною было в России, за любые деньги, неважно, дешево это, дорого, все это очень быстро ломалось, кончалось и портилось. Так что, я не говорю про всех этих бизнесменов, конечно, не все они плохие, но в основном российские производители рукожопые. Вот и все. Извините меня за выражение.